Процесс пошел. Итак, очередные исторические выборы в парламент прошли. Результаты не явились неожиданными для тех, кто внимательно следил за последними опросами общественного мнения. Всем было ясно, что ПАС получит большинство, разве что результат в 63 мандата был несколько неожиданным. Блок ПКРМ-ПСРМ получил 32 мандата и партия ШОР 6 мандатов. Остальные участники остались за бортом, как и показывали все опросы. Результаты можно расценить как очередную убедительную победу Майи Санду и пропрезидентской партии ПАС. И одновременно как очередное сокрушительное поражение Дадона и социалистам, которым не помог даже прицеп в виде Воронина с коммунистами. Сейчас ПАС получила фактически всю полноту власти в стране в виде надежного парламентского большинства и собственного правительства, которое позволит без особых проволочек не только применять законы в соответствии с заявленной программой, но и внедрять их. Казалось бы, что это идеальные условия для реализации амбициозных планов президента и его команды. Проблема в том, что любая монополия, и в особенности политическая, обычно приводит к единомыслию, что лишает демократический процесс состязательности идей и может порождать не самые эффективные решения. Что с этим делать? На мой взгляд, дискуссии относительно состава правительства отчасти лишены смысла. Правительство назначается парламентским большинством, которое состоит исключительно из ПАС, выигравшей выборы за явным преимуществом. Поэтому и правительство, вероятнее всего, будет состоять из представителей этой партии. Фигуры премьера и министров являются политическими и должны обеспечивать реализацию партийной программы. Другое дело, что 63 мандата, полученные ПАС на выборах, представляют не только ее собственный электорат, но и многих граждан, проголосовавших против старой коррумпированной системы и за изменения. Поэтому их голоса тоже должны быть учтены. Единственным механизмом, который мог бы это обеспечить, является максимальная инклюзивность, которая позволит включить в поддержку и реализацию реформ максимальное количество граждан, представителей других проевропейских партий и гражданского общества. Если правительство будет партийным и одноцветным, то должности госсекретарей и руководителей агентств должны быть предложены профессионалам в соответствующих областях. Конечно, можно вспомнить отрицательный опыт предыдущих лет проведения конкурсов на занятия различных государственных должностей, но механизмы проведения можно усовершенствовать и при наличии добрых намерений назначить на эти должности действительно достойных людей. В стране есть достаточно профессионалов, не замешанных в коррупционных скандалах. Борьба с коррупцией ведется сверху вниз и не призывами гражданам не давать взятки. Сейчас у нас уникальная возможность, когда все высшие государственные должности, президент, спикер, парламент будут заняты некоррумпированными людьми, а дальше агентства и другие госорганы. Все это лишь благие пожелания, скажете вы. Система клептократии, выстроенная Плохотнюком, настолько сильна, что не даст себя разрушить. Возможно и так. Но я считаю, что при наличии политической воли, решительности, настойчивости система может быть разрушена. И первые сигналы уже появились. Арестовали Дарина Дамира, правую руку Плохотнюка и связующее звено с судебно-прокурорской системой. Арестован также другой Плохотнюковский соратник, экс-глава управления номер 5 Национального инспектората расследования Валерию Кожакару. Бывший правоохранитель уже начал сотрудничать со следствием и дает показания на бывших руководителей Государственного инспектората полиции, включая Георгия Кавкалюка. Он находится под круглосуточным наблюдением СИП. Кавкалюк, начавший было политическую карьеру и находящийся в Италии, похоже, не спешит возвращаться домой. В сетях писали, что и небезызвестный Андронати спешно покинул страну. Если из мафиозной пирамиды вытащить несколько главных элементов, то она начинает разваливаться. Процесс пошел.